Рекламно-информационная программа. В Кирове 11.07. Это программа «Дневной разворот». Добрый день. Сегодня среда, 12 сентября. Значит, в эфире программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Еще раз добрый день. Ведут передачи сегодня Олег Прохоренко. Владимир Сметанин. Не так часто встречаемся. Олег, добрый день. В гостях у нас Елена Ковалева, глава города Кирова. Добрый день, Елена Васильевна. Добрый день. Здравствуйте. Александр Касулин, директор по развитию торговой сети «Система Глобус». Добрый день. Александр Краснов, председатель совета директоров предприятий «Хлебное изобилие». Здравствуйте. И Александр Амелькин, директор кировского филиала компании «Тандер» – сеть магазинов «Магнит». Добрый день. Здравствуйте. Очень такой представительный полон на сегодня спикеров. Я думаю, что будет достаточно содержательная и интересная беседа. Мы еще не озвучили тему. Пожалуйста, Олег. Ты можешь это сделать прямо сейчас. У нас несколько вариантов. Один из вариантов названия – это «Малкий Оск Додорок». Второй вариант – «Ларек на углу», «Современный город» и «Нестационарные торговые объекты». То есть, насколько вписываются в городскую среду на сегодня «Нестационарные торговые объекты», «Киоски», «Ларьки». И имеют ли они право на жизнь, право на существование. Не случайно пригласили представителей торговых сетей, крупных магазинов, чтобы послушать и их позицию тоже насчет того, как они сосуществуют с существующей сетью торговых киосков. Я думаю, что все гаражения прекрасно помнят, примерно 5 лет назад, когда обсуждалось… 5 лет назад, это примерно было… Ну, 13-й и 14-й год это было. Схема размещения нестационарных торговых объектов, объединение киоскеров-ларечников, если уж так их по-простому называется, давали понять, что они не согласны с новыми правилами, много было недовольных, и вот как-то тема эта ушла, и сегодня мы перезагрузку такую решили сделать, узнать, актуализировать. К тому же 20 июня на заседании Кировской городской думы эта тема вновь была поднята, и депутаты большинством голосов тогда приняли новую редакцию правил благоустройства города Кирова. Изначально предполагалось, что в эти правила войдет спорный момент, который запрещает размещение на дворовых территориях нестационарных торговых объектов, кроме тех, что занимаются поставками питьевой воды. Но в принятом решении этот пункт все-таки отсутствует, поскольку городские власти посчитали, что у муниципалитета есть и так все необходимые рычаги, позволяющие добиваться от собственников качественного содержания нестационарных торговых объектов. Так быть или не быть НТО в городе, и насколько жители города Кирова пользуются услугами киосков, как торговых точек, мы сейчас, наверное, послушаем. Да, буквально час-полтора назад я вышел на театральную площадь, и в опросе приняло участие где-то 10-15 человек разного возраста, мужчины, женщины, люди постарше, люди помоложе. Единственный вопрос, который я всем респондентам задал, это покупаете ли вы что-либо в киосках и ларьках? Я сначала думал, может быть, как-то ограничить, исключая киоски, например, где продается печатная продукция и свежая артезианская вода. А потом подумал, нет, я не буду никаких ограничений делать, что люди скажут, то и скажут. Вот мы сейчас это все услышим, пожалуйста, возьмите, наденьте наушники, Александр Михайлович. Пожалуйста, минута 40 секунд. Я что-то даже не задавался этим вопросом. А что там покупать? В ранешние времена и пиво, и квас? Нет никогда. Принципиально. Почему? Могут попасть в контрафакцию. Да сколько травятся по телевизору показывать? Никогда. Ни на вокзалах, нигде, никогда. Не знаю, не приходится. В магазин зайдем. Все, что нужно вам покупать, вы находите в магазине. Ну, разные книги. В основном классик. Классик. Киосков. Ну, иногда встречается. Тилей бывает, еще что-то. По мелочи, то есть, да? А продукты питания? Из еды что-то. Из еды, например? Батончики шоколадные. Покупаете? Самое частое – это жевательная резинка и вода. Ну, что там нечего брать? Если только ребенку, там, фонарик или еще что-то, брелочек. Белочевка, то есть? Да, да, да. А продукты питания покупаете? Ну, по мелочи, в чипсы. А, нет. Ну, вот, допустим, что-то маленькое такое, воду, а так тоже не покупаю. Покупаете ли вы что-то в киосках и ларьках? Нет. А когда-то покупали? Ой, никогда, наверное, не покупала. Ну, единственное, что цель печать там что-нибудь такое. А продукты питания? Нет. Там есть игрушки, игрушки. Батончик какой-нибудь сладкий, нет? Нет, не еду. Так вот, игрушку маленькую, собственно? Ну, да, игрушки там или журналы какие-то. Ну, вообще раньше покупала, а сейчас очень редко. Почему? Потому что их нет. Нет. Почему? Нет надобности. Все в магазине есть. То есть то, что... Масло сливочное покупал. Не посмотрел даже, думаю, пришел масло зеленое. Нет, не покупаю, поскольку просроченные продукты часто, потому что я считаю, что за этими ларьками не производится нужный контроль и нет нужных сертификатов. То есть нет доверия. Да, нет доверия к качеству, но, соответственно, ходим в проверенные магазины. Ну, в общем, в целом, я думаю, понятно, да? Да, хоть, может быть, не совсем репрезентативная выборка, но это честное мнение. Ну, показательно, да. Да, никак не филированное. Ну, начнем тогда с мнений Елены Васильевны. На ваш взгляд, сегодня киоск имеет право на существование в городской среде, и насколько регулирования, которое осуществляет городская власть, достаточно, и насколько схема существующая, исчерпывающая для того, чтобы нужды кировчан удовлетворить. Добрый день еще раз. Ну, наверное, я не была бы столь категорична, говоря, быть или не быть. Все-таки любой вопрос, он требует анализа, проработки. И сегодня вот уже говорилось о том, что действительно в 2014 году были утверждены правила, по которым разрабатывается и утверждается схема размещения нестационарных торговых объектов в городе Кирове. В соответствии с этим порядком определены условия, по которым определяется место, где они размещаются. И, конечно, основное, что, так сказать, определяющим фактором является, это обеспеченность населения торговыми объектами. Там, где у нас все-таки не соответствуют нормы минимальной обеспеченности, там, на мой взгляд, как раз и эту роль заполнять должны нестационарные торговые объекты. При этом, я считаю... А где, например, простите? Все равно, я сейчас скажу, все равно это должна функция быть, ну, такая, наверное, временная, потому что город развивается, меняется и структура торговых объектов. Но вот, в принципе, хотелось бы сказать, что мы на сегодня город соответствуем минимальным нормам по обеспечению торговыми объектами, которые осуществляют продажу продовольственных товаров и непродовольственных товаров. Более того, мы даже превышаем этот показатель. Ну, это, наверное, с учетом киосков, там, ключ здоровья. Нет, это в целом мы говорим о стационарных торговых объектах. Всего у нас стационарных торговых объектов более двух тысяч стационарных. И, как вы понимаете, жизнь стоит на месте. Постоянно появляются новые микрорайоны и развиваются торговые объекты, появляются, соответственно, там. Ну, вот, вы задали вопрос, в какой мере удовлетворяется потребность населения. Ну, вот, наш анализ показывает, что у нас на сегодня на территории Ганина гора, Нововятск после переезда, Чистые пруды, Заречье, Садаковский, Костина, Бахта, Радужный. Вот эти территории у нас стационарные объекты, пока не могут полностью удовлетворить спрос населения. Поэтому есть такая вот статистика, мы ее осуществляем и основываемся на статистике, которую проводят маркетинговые агентства в сети интернет. Ну, вот такая ситуация у нас существует. А маленькие торговые точки там присутствуют, не стационарные в тех микрорайонах? Мы сегодня говорим пока об обеспеченности населения стационарными, стационарными торговыми объектами, да. При этом у нас стационарные торговые объекты, это не только сети, которые есть местные сети, федеральные сети, это и наличие у индивидуальных предпринимателей магазинов, которые стационарно осуществляют свой вид деятельности. Вот мы сейчас говорим именно о схеме. Данная схема у нас действует и ее действия завершаются в конце 2019 года. Сегодня мы вновь активизировались и проводим анализ с тем, чтобы подойти к новым предложениям уже исходя из актуальных вот таких и требований, и потребностей наших жителей и населения. И, конечно, разные мнения есть, но вот сегодня мы уже действительно слышали, что, наверное, роль нестационарных торговых объектов на сегодняшний день существенно снижена. Все-таки впереди идут уже развитие сетей, развитие стационарных торговых объектов. Мы с вами живем в климатических условиях, которые, в общем-то, предполагают все-таки стационарные торговые объекты, согласитесь, потому что нестационарные торговые объекты, он должным образом даже не обеспечивает режим, будем сказать, и трудовое законодательство тех, кто там работает. Ну почему бы нет? Вот, предположим, нестационарную торговую точку, которая обладает вот таким ассортиментом продукции, не знаю, там какая-нибудь вкусная выпечка там, например, продается, что народ туда и в дождь, и в грязь, и зимой, и в мороз, и в жару все равно пойдет? Вы знаете, у нас по схеме определена специализация. Специализация, под которую предоставляются места для вот НТО. И я вот сегодня захватила с собой, мы сделали анализ, что у нас, как это выглядит ситуация по специализации. Вот, ну я вот покажу, по крайней мере, тем, кто находится в судье. Перед нами, да, или на самом деле держит. Да, самый большой процент, 24,5% – это печатная продукция. Далее по… Это по специализации как раз, НТО. По специализации, да. По удельному весу далее идет, это продажа артезианской воды, 16,4%. Продовольственные товары, которые не выделены в отдельную группу, там, овощи, мясные продукты составляют 15,4%. Ну, из наибольших, как бы, вот, кто долю занимает, это цветы, 10,7%. Такой же процент у нас по мясной продукции. Ну, все остальное, наверное, это такая небольшая ниша, это овощи, это… Хлеб. Хлеб у нас 7,9%, вот там верхняя 7,9%, но все остальное, там, общественное питание, мороженое, кофе – несущественный, как бы, процент. Ну, в общем, да. Небольшая у нас пауза сейчас должна быть. Напоминаем, что это программа «Разворот на бизнес». Обсуждаем судьбу нестанционарных торговых объектов, насколько они востребованы в настоящее время жителями нашего города и, собственно, перспективы развития этого вида предпринимательской деятельности. Пауза. Да, мы продолжаем. Сейчас Елена Васильевна сделала краткий экскурс в обеспеченность города Кирова, кировчан стационарными торговыми точками. Я объяснила, почему стационарные все-таки преимущественные в силу климатических условий и удобства для работы самих сотрудников. Но прозвучало также, что есть микрорайоны, в основном на периферии города, которые не имеют достаточной обеспеченности потребителей теми или иными видами товаров. Нет в шаговой доступности, так скажем. Да, и вопрос к Александру Михайловичу, к Александру Анатольевичу, представителям, соответственно, прошу прощения, к Александру Николаевичу, к Александру Анатольевичу, представителям сети «Система Глобуса», представителям компании «Тандр», сеть «Магнит». Почему вы не заходите в эти микрорайоны, где обеспеченность недостаточно? Александр Николаевич. Александр Николаевич, я тогда… Две причины в основном. Первая причина – это отсутствие соответствующих помещений требованиям организации розничной торговли. Либо физические отсутствия, или несоответствия. Открытие магазина – это целый комплекс. Это противопожарная, санитарная, зона разгрузка, и так далее, и так далее. И не всегда те предлагаемые помещения соответствуют этим требованиям. Невозможно. Мы сейчас говорим больше о несоответствии требований помещений в новых микрорайонах, в свежих домах, или… Мы говорим о тех микрорайонах, которые назвал Елена Васильевна. Ну, в том числе. Это в том числе новые микрорайоны, да. Ну, и вторая причина, может быть, это, безусловно, тот спрос, да, который находится. Я понимаю, что удобно выйти, как говорят, выйти в тапочках, купить, вернуться. Но не всегда это возможно, и не всегда это экономически целесообразно. То есть все же мы предприятия, которые направлены на решение нескольких задач, в том числе и задачи бизнеса, то есть получения прибыли. Александр Анатольевич, а Вы согласны с таким мнением, что есть две причины основные? Ну, здесь бы, наверное, еще добавил, что есть земельные участки, которые, к сожалению, не позволяют нам тоже развиваться и строиться. Последнее, что мы открыли, это в районе Ганина построили собственные объекты, открыли там соответствующие, как вот я сказал Александр Николаевич, который требованием должен соответствовать вот этим всем, которые он перечислил. То есть Вы не искали каких-то помещений, Вы построили с нуля свое. Да, то есть мы как бы, да, земельный участок выиграли на аукционе и построили, и продолжаем этим заниматься. То есть вот в этих районах, которые обозначили Васильевну, мы в том числе ищем возможные участки, неважно, что там находится. Зачастую, может быть, это и жилые дома, ветхие жилые дома, которые собственники готовы продать, а мы там поставить комплекс услуг каких-то. Тогда вопрос, Александр Михайлович, а Вы не рассматриваете эти микрорайоны с точки зрения размещения своих объектов уже для продажи конкретно хлебобулочной? Александр Краснов, напоминаю, представитель союза директоров предприятий «Хлебные изобилия». Александр Михайлович. Компания «Хлебные изобилия» находится как раз в Нововятском районе, село Красное, в Нововятском районе города Кирова. И кому как не нам, мне знать потребность в магазинах «Радужного», «Нововятска», как до переезда, так и за переездом. Ну, к сожалению, я могу констатировать, что факты, которые назвала Елена Васильевна, они не соответствуют действительности и реальной ситуации. То есть, это статистика какая-то теоретическая. Почему? Я объясню, почему. Поселок «Радужный» имеет население где-то до 12 тысяч человек, да, и там магазинов открылось достаточно много, как федеральной сети, это пятерочка, так и региональные магазины, которые... Глобусы есть в «Радужном»? Глобуса нет в «Радужном». Ну, там местные сети, местные магазины достаточно обеспечены товаром, вообще люди очень довольны, если сделать опрос... Вот, кстати, я вам рекомендую сделать опрос по «Радужам», они вам скажут то же самое, что я вам говорю. Что касается микрорайона за переездом, там вполне достаточно, там и магниты находятся, и пятерочки находятся, и местные сети очень хорошо обслуживают население. В подтверждении моих слов я могу сказать, что вот у нас тема НТО, значит, НТО там есть, но они закрываются, я сейчас буду говорить про НТО, которое относится к производителям как мяса, мясной продукции, колбасной продукции, так и хлебной продукции. Некоторые закрываются почему? Потому что не в силе конкурировать именно с этими сетями, которые там открываются. В частности, магазин, вернее, в поселок Радужин, да, вот мы закрыли свой павильон два года назад, потому что там открылось две пятерочки сразу же, буквально в течение года. То есть обеспечивание... А ассортимент, который продавался у вас, и который в пятерочке, он... Ну, это несравнимо, Владимир, это несравнимо, потому что что касается ассортимента на полке НТО, и что касается ассортимента там на полках супермаркета, это несравнимо. И вот что касается дальше чистой пруды, да, ну, то же самое, насыщенность очень большая торговыми площадями. То есть мы это ощущаем, потому что мы там работаем, мы там размещали и размещаем НТО. И единственное, что, да, снижается товарооборот в НТО только за счет того, что покупатель действительно пошел в супермаркеты, пошел в торговые сети. Ну, исходя из того, что вы сейчас сказали, все-таки ну, есть какая-то тенденция к тому, что киоски будут уходить. И нет, вот насколько я понимаю, на сегодняшний день нет какой-то схемы размещения стационарных торговых объектов, да. То есть это уже чистая экономика, если есть необходимость, если есть площадь, земля, получается разрешение, и появляется магазин стационарный. И для киосков такая схема все-таки создана. Я бы еще раз хотела все-таки вернуться. Я приводила примеры, основываясь на статистических данных и говоря об обеспеченности населения, здесь предполагается не только продовольственные товары, а все виды товаров. Поэтому вот те примеры, которые вы приводите, они касаются определенной группы товаров. Я же говорю объективную информацию, которая есть. На первый взгляд, действительно, в чистых прудах, казалось бы, там есть и магнит, и пятерочка, но микрорайон развивающийся, и на сегодняшний день то количество жителей, а мы говорим на тысячу жителей населения, там плотность достаточно высокая, то вот статистика такова. Но я не хотела бы как бы на этом зацикливаться. Все-таки, что хотелось бы сказать. Вот в 2019 году у нас завершается действие сегодняшней схемы. Вы упоминали об этом, да. Да, и, конечно, для нас важно, вот чтобы та ситуация, которая сегодня есть, ну, она была актуальна и востребована. И те места, которые, если мы будем оставлять для размещения НТО, ну, чтобы они соответствовали потребности все-таки жителей и по специализации, еще раз говорю, по специализации, это тоже немаловажно. Какую мысль еще хотела бы донести? Вот у нас, когда мы говорим о схеме, каким образом мы пытаемся, скажем, привлечь мнение, ну, в первую очередь, это, наверное, субъекты малого предпринимательства для размещения в этих НТО. Значит, у нас существует методика, где мы определяем стоимость аукциона, который проводится на размещение такого объекта. И в этой методике есть корректирующие коэффициенты, в которых определен, если это историческая часть города, там повышенный коэффициент. Если это окраина города или периферийные районы города, то это, соответственно, уже понижающие коэффициенты. Такие же коэффициенты существуют и по специализации. То есть это мясные, молочные, рыбные продукты. Там тоже есть понижающие тоже коэффициенты. Насчитывается ли ассортимент продукции, присутствие на полках этого НТО продукции местных производителей с точки зрения коэффициента? Мы не можем это установить. Это будет неким нарушением. То есть только находится вне поля вашего зрения? Да, это находится вне поля нашего зрения. Но вот еще одну цифру хотела бы назвать по поводу востребованности. Вот сегодня у нас в схеме 415 объектов предусмотрено, мест для размещения НТО. Но по факту... А не все заняты? Вот. А вот по факту у нас действует только чуть больше 300. Это говорит о том, что это становится уже, наверное, экономически нецелесообразно для того, чтобы там осуществлять торговлю. Александр Михайлович, извините, почему нецелесообразно? Вот я не хочу бросать камень в огород власти, упаси Боже, это тем более в ваш адрес, Елена Васильевна. Но вспоминаем закон о регулировании торговой деятельности в Российской Федерации номер 381 2009 года. Он называется о регулировании торговой деятельности в субъектах Российской Федерации. На мой взгляд, уже на протяжении лет двух-трех в городе регулирования нет. Почему? Потому что... То есть закон не исполняется? Закон не исполняется. Кстати, я слышал, да, некоторые работники администрации говорят, вот я, например, задал вопрос, а почему построили здесь торговый центр Крым? А мне представитель городской администрации отвечает, так бизнес решил. Позвольте, а как же закон о регулировании? То есть я считаю просто такое предложение. Просто как этот закон к НТО-то относится в этой части? То же самое нужно регулировать. Возьмите, пожалуйста, микрорайон Лейна-146, Холыновская-Блюхера. Пять пекарен на один квартал. Пять пекарен. То есть была одна пекарня, вокруг нее открылось еще четыре. Зачем? И все живут. Всем хватает клиентов. Но это временно. Это все равно временно. Кто-то потом не будет жить, ну, имеется в виду работать. Зачем? Непонятно. То есть все равно какое-то регулирование должно быть. Если мы говорим, что не хватает НТО в Радужин, давайте будем там, ну, определять эти места. Мы сегодня как бизнес, да, мы не знаем эти места. Они, наверное, есть. Если их нет, определите. То есть вот это и называется регулирование торговой деятельностью. Если мы говорим, что там не хватает. Ну, так и другие объекты. Ну, я же уже в первом своем выступлении сказал, что НТО закрываются. Почему? Потому что идет, ну, скажем так, агрессия со стороны торговых компаний. Маленькие цифры, да. Представители федеральных сетей в городе Кирове сегодня 292 магазина. В городе Кирове. А региональных магазинов 85. Сравните проценты. 77,4, 22,6. Ну, понимаем, да. Разве это и называется регулирование, Елена Васильевна? Это не регулирование. Это идет процесс хаотично. Так, по поводу прозвучавшего слова агрессия со стороны сетей, я думаю, представителям, руководителям мы зададим этот вопрос уже после небольшой рекламы. Реклама «Разворот на бизнес» через минуту. Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Современный город и нестационарные торговые объекты. Экономика занята с качеством услуг, конкуренция с сетевыми магазинами. Еще раз давай перечислим наших гостей, Олег. Да, у нас Елена Ковалева, глава города Кирова. Александр Касулин, директор по развитию торговой сети системы «Глобус». Александр Краснов, председатель совета директоров предприятий «Хлебное изобилие». Александр Амелькин, директор кировского филиала компании «Тандер», сеть магазинов «Магнит». Давай попросим прозвучавшее слово агрессия прокомментировать Александра Николаевича, Александра Анатольевича. Экспансия и агрессия. Да, просто на мой взгляд, это все естественный процесс. Речь шла об экспансии, увеличении доли стационарных, сетевых, особенно федеральных, местных, хотя количество местных магазинов в общей доле уменьшается, по сравнению с нестационарными небольшими торговыми точками. Александр Николаевич, уже так напрямую спрошу, у вас есть план по уничтожению нестационарных торговых объектов или что? Наша деятельность регулирует 381-й федеральный закон, закон на конкуренции и рынок. То есть мы за рыночное отношение и за исполнение требований законодательства. Александр Михайлович имел в виду в том, что рынок сетевого формата, рынок стационарной торговли растет, и растет достаточно агрессивно. И это, безусловно, как бы влияет на развитие НТО. НТО сокращается. Это неизбежный процесс. То есть покупатели, мы услышали опрос, я себя зафиксировал, потому что я для себя принял, что такую же статистику я для себя сделаю. Я хочу посмотреть, какова сегодня реакция покупателя с большей выборкой на НТО, и те минусы превращу в свои плюсы. То есть мы, значит, еще должны стать интереснее для покупателя. Поэтому понятно, что покупатель выбирает современный формат торговли, он в большей степени доверяет нам. Это отрадно, значит, мы делаем все правильно. Безусловно, при развитии схемы НТО мы должны учитывать несколько факторов. И Елена Васильевна назвала. Это обеспеченность. Если степень удовлетворения высокая, вопрос зачем? Развитие малопредпринимательства должно быть. Но потребители и рынок показывают, что этот формат сегодня устарел. Что сегодня формат современной торговли побеждает. То зачем тогда мы сегодня малому предприятию говорим, заходи в киоск? Значит, надо искать иные формы. Либо форма сотрудничества и нахождение механизмов выхода на полку в сетевой формат. Либо переход в стационарный формат. И режим холода нашего климата абсолютно верно. Сегодня павильон не в состоянии создать условия в полном объеме. По всем санитарным нормам. По охране труда. И так далее, и так далее. Если говорить о наших стандартах, если у нас будет время, мы этого еще коснемся. Если говорить о системе «Глобус», то о чем вы сказали, есть примеры, когда торговец, предприниматель в формате НТО существовал, а потом пришел к вам и давайте посотрудничаем. Есть конкретные примеры? Ну вот так вот, в лобовую не скажу. И что вы можете предложить таким? И можете ли что-то? Ну, я попробую ответить другим способом. То есть у нас порядка 100 заключенных договоров, 100 местными товаропроизводителями. У нас существенная доля, Александр Михайлович это подтвердил, на полке именно местных товаропроизводителя. Если сегодня говорить о тех форматах, где мы говорим печать, артезианская вода, цветы, мясная продукция и так далее, так далее. Да, мы видим сегодня на рынке мясная лавка. Это кировский мясокомбинат. КМК, да. Он присутствует у нас на полке. Но такую форму он тоже не исключает. И тому, возможно, две причины. Первое. Наша полка и наши принципы формирования ассортимента направлен на конкуренцию. У нас на полке будет представлено не один производитель, а больше, чем один. Это 3, 4, 5 и так далее. И понятно, что в данном нашем критерии мясокомбинат не может представить всю продукцию. И он эту продукцию представляет через другие формы, через фирменные магазины. Это нормальный, естественный путь развития предприятий. Это условно такие стенды. Ребята, вот мы вот такие классные. У нас вот такой выбор. Они тестируют свой продукт, приходят к нам и говорят, а вот этот продукт стрельнул. Мы говорим, супер, подкажи как. Он говорит, вот. То есть это и форма и стратегического развития ассортиментной политики. И такая форма НТО, она интересна покупателю, она является плюсом в работе наших взаимоотношений. Поэтому, как бы, ну вот, Александр Михайлович, агрессия в части того, что мы более интересны на этом рынке. Но форму такого предпринимательства... Я в хорошем смысле сказал агрессию. Да, то есть наступает рынок. И абсолютно мы едины в этом, да, что НТО уступает. Народ, что называется, голосует рублем. Он прочитает, собственно, да. Александр Анатольевич, вы прокомментируете, собственно, по ситуации, по сети магнит, дистанционарная торговля, вы вообще берете ее, воспринимаете ее всерьез, или она тоже вне поля вашего зрения? Ну, вы правильно сказали. Воспринимать ее как конкурента нужно, потому что все-таки представленная услуга в любой торговой точке, она зависит в первую очередь, я считаю, от тех людей, которые там работают. И если, как сказал Александр Михайлович, на одном пятаке открылось пять пекарень, значит, наверное, люди в этом районе, они любят, наверное, свежий хлеб, который им нравится, и они идут и покупают, и голосуют рублем. Что касается местных поставщиков, у нас на сегодня, ну, больше 70 заключенных договоров с местными поставщиками, причем это не обязательно именно кировские, да, я имею в виду, там, в Слободском местные мелкие пекарни, которые нам поставляют тот же свежий хлеб. То есть мы сейчас во многих торговых точках поставили специальные стойки под горячий хлеб, опять же, потому что мы понимаем, что открываются эти мелкие пекарни, и у нас доля хлеба уменьшается, и в связи с этим мы уменьшаем объемы поставок, в том числе и вот пять поставщиков, которые, ну, глобальные, наверное, крупные, являются на сегодняшний момент игроками на рынке. И они это тоже чувствуют. То есть это действительно покупатель голосует рублем. И более того, то есть чем больше будет конкуренция, которая и сейчас уже, ну, довольно-таки серьезная, я считаю, и новые игроки заходят, сейчас будет открываться Макси гипермаркет, который, ну, я думаю, что в радиусе, наверное, трех километров создаст всем конкуренцию от нестационарных торговых точек, включая супермаркетом. Перекресток Московской, Ердякова, Солнечный, напомню, да? Да, то есть, и поэтому, ну, покупатель будет голосовать там, где ему понравится удобство, качество предоставляемой услуги. И он это проголосует, мы это увидим на своем товарообороте. Я, наверное, не рублем голосую, а качеством обслуживания всего, вернее, так сказать. Качество обслуживания? Ну, это и включает... Ну, действительно, супермаркет, это же, как бы, удобнее покупателю, правильно? Он же там купит все. Ну, это и включает. Ну, и мы тоже размещаем сейчас на свободных излишних, допустим, площадях. Когда у нас падает товарооборот, и мы понимаем, что нам там площадь в 700 квадратных метров не нужна, мы как раз и призываем где-то иногда мелкие торговые точки, которые там встают и торгуют у нас отдельно выпечкой, то есть возле школы, допустим, там поставить небольшую в углу кафешку с пирожками, которую мы не производим, тем самым увеличив трафик и к нам в том числе, а не на нашем трафике. Вообще, я бы сказал, что меняется философия потребления, философия покупательская, покупательская философия, когда человек идёт в какой-то крупный торговый центр и находит там всё необходимое в одном месте. Ну, всё, и продовольствие, и непродовольствие он покупает. И вопрос тогда остаётся, а каковы же продукты всё-таки имеют шанс остаться в формате нестационарной торговли? Понятно, что пресса, наверное, да, в киосках Роспечати и артезианская вода, это останется. Но какие ещё товары должны в таком формате... Хотя бы маленькие магазинчики стационарные у дома. Но это формат киосков. На Западе они как раз и называются киосками. Это сейчас, Олег, ты задаёшь, такой вопрос, чтобы акулы торговли подсказали НТОшникам. НТОшникам. Нет, на чём делать ставку, чтобы оставаться? Но есть товары, которые неинтересны, а кому-то рубли, на интересном маленьком формате. Коллеги, я бы вот хотел, наверное, вмешаться в разговор. Я уже говорила, что 2019 год — это последний, когда действует сегодняшняя схема. И будет новая. И будет новая. И, конечно, сегодня есть действующая рабочая группа, которая и вырабатывает предложения, и уже готовит к утверждению. А вот в том числе Александр Михайлович, он активно критикует городскую власть, но на протяжении нескольких лет является активным членом этой рабочей группы и принимает активное участие в этом. Нет, у нас есть действительно вопросы и у города, и потому ведь мы торговые центры ещё должны рассматривать из точки соблюдения правил внешнего благоустройства, наличия парковочных мест, чтобы это было не на красной линии. То есть у нас вопросов много, но, наверное, возвращаться там в предыдущие годы, почему это так произошло, наверное, действительно не стоит. Надо двигаться вперёд и двигаться цивилизованно. Поэтому вот вы сегодня сейчас в своём разговоре затронули тему, что когда нам достаточно бывает или излишней площади, мы даём возможность киоскам размещаться около нас, нестационарным торговым объектом, либо внутри, и мы уже входим в площадь нестационарной торговой объекты, которые сегодня существуют в городе и которые не включены в схему. И я вот предлагаю тоже эту тему затронуть, потому что здесь касается размещения НТО и на территории собственников, которые выделяют эти земельные участки, и на придомовых территориях. Тема тоже достаточно актуальная и больная. То, что мы начали, и то, что не вышло в правом государстве. Да, у нас НТО существует в схеме. Мы сейчас всё говорили о роли торговых сетей, НТО, о схеме, как она работает. Давайте поговорим ещё об НТО, которое на сегодняшний день у нас не регулируется схемой. Ну давайте попробуем, только у нас две минуты остаётся уже. Ну мы можем продолжить эту тему. Кто возьмёт слово по данной теме? Ну, наверное, я в первую очередь хотела бы сказать. Вот сегодня, в самом начале, Олег уже сказал, что когда мы готовили целый пул изменений в правила внешнего благоустройства, одним из изменений было включение статьи, которая запрещала размещение разного рода ларьков-киосков на придомовых территориях. В процессе согласования этого проекта мы исключили эту норму, не потому что мы сочли её ненужной, а потому что нам прокуратура указала на то, что она уже урегулирована на уровне федерального законодательства, и дублирование на местном уровне это не требует. Недопустимо. Это недопустимо. Поэтому такая норма действительно есть, и мы сейчас вырабатываем алгоритмы совместно с прокуратурой, Роспотребнадзора за соблюдением законодательства, исполнением законодательства в этой части. То есть, что эта норма предполагает? А если хотите, я могу вам дословно зачитать. У нас есть постановление главного санитарного врача Российской Федерации, которое прошло из зарегистрированного в Министерстве юстиции, является для всех нормой, потому что санпины утверждаются им. Чётко есть такой пункт 2.10. На территории дворов, жилых домов запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок, кроме гостевых. То есть, прямой запрет по придомовым территориям, что касается киосков, ентой обуви. То есть, зарабатывать на этом эти самые возможности нет. А вот насколько законно, скажем, заключаются такие соглашения и принимаются решения на уровне ДОСов о том, что они дают разрешение на свои придомовые территории размещать какое-либо НТО, это как бы тоже отдельная тема. Потому что сегодня уже говорил Александр Николаевич о том, что есть у нас ещё и нормы противопожарной безопасности. Они чётко регулируют. Временные сооружения не должны быть ближе размещены, чем находится основное здание или сооружение. Поэтому вот сегодня задача выявить все тоже такие, скажем, объекты, которые у нас нарушают эти нормы. Кроме того, вот когда мы обсуждали вот эти правила благоустройства, были оппоненты, которые говорили о том, что вот вы вмешиваетесь в наши, как бы, законные интересы. Жилищный кодекс определил, что мы, жильцы, имеем право на эту... Распоряжаться своей собственностью. Собственностью, земельным участком, который им принадлежит. Но это всё-таки несколько от лукавого, потому что жилищный кодекс регулирует исключительно вопросы жилищные. Я прошу прощения, у нас время большого перерыва. Новостей и тематических программ подошло. Напоминаю, что разворотный бизнес длится по традиции два часа, и мы встретимся после 12.05. Субтитры делал DimaTorzok